Доброе утро! Доброе утро, друзья! Сегодня день творчества и вдохновения. И мы начинаем наше новое утро на Катунь-24 с вдохновением. Чтобы ваше утро было добрым, настроение позитивным и все планы на день легко осуществились. Мы, Анастасия Дунаева и Александр Пальшин, полны вдохновением и делимся щедро с вами сегодня, в понедельник, 17 января. Да, вдохновение нужно каждому в любой профессии. Ведь только в этом состоянии человек понимает, что ему действительно нравится то, чем он занимается. И только вдохновенная работа может быть выполнена безупречно. Настя, а здорово было бы подключиться к источнику вдохновения в нужный момент, вот так вот сразу, когда творишь или решаешь сложную задачу по работе. Без вдохновения-то никуда. Иначе получается скучно, серо. Слушай, а как найти источник вдохновения? Ну, такой некий волшебный колодец с живой водой. Ну, как раз это мы можем узнать у Дэниела Голлмана, автора бестселлера «Эмоциональный интеллект». Существует несколько способов войти в поток вдохновения. Первое. Максимальная концентрация. В состоянии вдохновения внимание сконцентрировано, но не напряжено. Такая концентрация полностью отличается от необходимости напрягаться с целью сосредоточиться. Ну, когда мы устали или скучаем, или когда наши внимания осаждают назойливые эмоции. Так, принято. Максимальная концентрация. Что еще? Второе. Работа на пределе. Вдохновение приходит там, где занятия человека требуют от него полного приложения сил и способностей. Чтобы войти в полосу вдохновения, требуются задачи повышенного уровня сложности. Если задача слишком простая, она вызывает просто скуку. Так, запоминаем. Максимальная концентрация, работа на пределе. И есть еще способ, чтобы войти в поток вдохновения? Есть. Делай то, что любишь. Нужно заниматься тем, к чему лежит душа. Согласен. Что невозможно поймать вдохновение там, где нет желания творить. Интерес – это наш маяк. Пусть он освещает дорогу. Пусть интерес и вдохновение освещает наше утро. С добрым утром, друзья! 17 января 1911 года в Барнаульском общественном собрании состоялся музыкально-вокальный вечер артистов русской оперы Мазурова при участии труппы Мартковича «Цыганский табор». 17 января 1912 года директор реального училища объявил ученикам, что начальник местного гарнизона предлагает организовать роту потешных войск и что желающие могут записаться. Потешными назывались особое формирование войск и сил для обучения и воспитания солдат армии нового строя. В январе 1953 года на Октябрьской площади в Барнауле был открыт продовольственный магазин под шпилем. Строительство велось более трех лет. Проектировал здание московский архитектор Яков Додица. Дом венчает башня с часами, остроконечный шпиль и флюгер. Сегодня здание считается одним из символов Барнаула. Фаршированные блинчики. Вам понадобятся мука, яйцо куриное, сливочное масло, молоко, сахар, кипяток, куриная грудка, сыр. Куриную грудку нарезать мелкими кубиками и обжарить на сковороде до готовности. Завести тесто на блинчики и дать ему настояться 15-20 минут. Обжарить блинчики на разогретой сковороде. Нафаршировать курицей и тертым сыром. Подогреть готовые блины на сковороде. Куриная грудка с цветным рисом. Нам понадобятся куриная грудка, рис, консервированная кукуруза, консервированный горошек, майонез, чеснок, перец, соль. Куриную грудку нарезать на тонкие пластики толщиной 0,5 см. Мясо смешать с майонезом, чесноком, солью и перцем. Мариновать 20-25 минут. Куриную грудку обжарить на гриле до готовности. Рис смешать с горошком и кукурузой и подать вместе с курицей. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Не каждый знает, что может быть общего у пластилина, снегохода и калькулятора. А они, между прочим, как и множество других привычных нам вещей, были придуманы детьми. Да. Новшеств, авторами которых стали юные дарования, накопилось столько, что даже был учрежден День детских изобретений. Во всем мире его отмечают сегодня, 17 января, в день рождения Бенджамина Франклина. В 12 лет будущий политик, между прочим, изобрел ласты. А есть ли изобретения у алтайских учеников, что такое детский технопарк Кванториум и чем увлекаются современные дети, мы сегодня узнаем у нашего гостя. В студии директор детского технопарка Алтайского края Кванториум 22. Сергей Вансков. Доброе утро, Сергей Анатольевич. Добрый день, Анастасия. Добрый день, Александр. Доброе утро. Итак, Сергей Анатольевич, расскажите нам и нашим телезрителям, что такое детский технопарк Кванториум 22. Да. Ну, вы интонационно начали рассказывать сказку, делая подводку. Поэтому Кванториум 22 – это некий райский сад, в котором люди познают бытие, дети познают бытие и наделяют предметы именами. Они устанавливают и определяют законы природы и пытаются руководить этими законами и создавать что-то новое. Ну, а если серьезно, с 2016 года мы существуем, у нас семь квантумов различных направлений, куда приходят детки с 5-6 лет, но основное наше ядро – это дети от 11 лет и старше, которые уже в состоянии заниматься техническим творчеством, компьютерным творчеством и художным творчеством, разумеется. Сегодня у нас в Кванториуме обучается около 2,5 тысячи детей. А по каким направлениям обучаются? Как я уже сказал, у нас семь основных направлений. Самое популярное среди них IT-направление. С удовольствием создают мобильные приложения, с удовольствием создают новую реальность. Поэтому на направлении VR и AR тоже идут очень многие другие. Но мне по-стариковски ближе направление хай-тек. По одной единственной причине, что туда приходят дети, и первых 2-3 занятия они наделяют предмет именами следующим образом. Им руководители, педагоги говорят, дайте, пожалуйста, плоскогубцы или пассатижи. И дети 21 века, которые больше сидят за клавиатурой компьютера, говорят, а что это такое? И поэтому первых несколько занятий мы говорим, это отвертка, она бывает фигурная, это плоскогубцы, это паяльник и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому направлений множество. Вот буквально на зимних каникулах мы проводили соревнования по автотворчеству, когда маленькие дети в возрасте 6-7 лет, Барнаульские и из Ребрихинского района, соревновались на, внимание, но для вас эти слова, наверное, ничего не значат, на педальных автомобилях. Наш подвижник Сергей Александрович Поспелов... Подождите, я, кажется, видел такие, они небольшие, да, автомобили? Они разные. Нет, я вспоминаю, да. Ну, подсказка, педаль, значит, они давят на педали. И вот они, дети вместе с педагогами, восстановив эти автомобили, реконструировав их, передвигались по определенным траекториям, выполняли задания, и было несколько этапов соревнований для того, чтобы победить. Поэтому самые различные направления, включая био, включая гео, все то, что позволяет осваивать реальность и понимать, как она устроена. Так, это интересно. А скажите, пожалуйста, вот технопарк, вот это, ну, техно, означает ли это, что программа сугубо технического направления? Основная часть программ, конечно, технического направления, но является ли виртуальная реальность техническим направлением? Интересно. Ну да, сложно назвать. Сегодня мы стоим на определенных развилках, потому что те нейронные связи, которые были сформированы у меня, у человека в возрасте 94 года, и те нейронные связи, которые есть у ребятишек в возрасте 6-7 лет, они же совершенно разные, они формируются по-другому, они не строятся на запоминании, они выхватывают реальность совершенно иным образом. И поэтому здесь я не могу сказать, что, ну, наличие паяльника, наличие автомобильной смазки, колесо, которое надо вставить в ступицу и прочее, прочее, или поставить на ступицу, это техника. Ну, а все остальное, это, конечно, уже творчество. Интересно, а какие направления наиболее популярны, прям самые популярные у ребят? С большим удовольствием, вот у нас как раз в январе начинается второй цикл водного модуля, потому что мы делимся на водный модуль, базовый модуль, модуль углубленный, и проектная деятельность, которая позволяет создавать что-то реальное. Вот основной конкурс, если можно так сказать, у нас нет никаких отборочных испытаний, но при всем при том, самое большое количество детей приходит на направление IT. Угу, интересно. Итак, сейчас мы ненадолго прервемся и продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами. За первую неделю этого года в Алтайском крае зарегистрировано 8,8 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это ниже уровня предыдущей недели на 41% и на 18,3% эпидпорога. Заболеваемость чаще всего фиксируют среди взрослых. Жен и солдат-срочников теперь могут оформлять пособие по уходу за ребенком. Оно выплачивается, пока ему не исполнится три года. Сумма составляет 12 817 рублей каждый месяц. Оформить пособие можно в пенсионном фонде или на сайте госуслуг. В Алтайском крае приняли дополнительные меры поддержки предпринимателей. От арендной платы освободили малый и средний бизнес, арендующий землю региона. Также это касается арендаторов государственной краевой недвижимости по отдельным видам деятельности. В Табунском районе возбуждено уголовное дело в отношении ветеринарного врача. Он подозревается в получении взятки в крупном размере. С 2015 по 2020 год мужчина получил более 150 тысяч рублей от предпринимателя за поддельные документы качества мяса. Полиция задержала трех рубцовчан по подозрению в сбытии героина. Отец, сын и их знакомые продавали наркотики по месту жительства. В ходе опуска оперативники изъяли 15 граммов вещества, электронные весы, упаковочный материал, сотовые телефоны, три автомобиля и 270 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В этом году 10 школьных спортклубов. В селах получат новое оборудование. Речь о Болейском, Егоревском, Ельцовском и других районах. Деньги выделят в рамках госпрограммы развития образования в Алтайском крае. Для школ закопят волейбольные мячи, сетки, лыжи, спортустановки и прочее. В краевой столице продолжаются работы по установке Стеллы «Город трудовой доблести» в Нагорном парке. Город удостоен звания за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники МЧС в Благовещенском районе спасли собаку. Животное было ранено и лежало на проезжей части. Спасатели погрузили его в автомобиль и отвезли к ветеринару. Пока собака остается в пожарной части. Ей дали кличку «Искорка». А мы продолжаем разговор с директором детского технопарка Алтайского края «Кванториум-22» Сергеем Монсковым. Сергей Анатольевич, в день детских изобретений интересно узнать, а есть ли изобретения у учеников «Кванториума»? Вся работа построена таким образом, чтобы по окончанию полугодового или годового обучения представить какой-то свой собственный проект. Иногда идеи дают педагоги, иногда идеи рождаются в головах детей самостоятельно. И здесь, в отличие от нас, взрослых состоявшихся людей, у них же нет каких-то жестких шор, так нельзя, это нарушает законы тяготения. Вечный двигатель организовать нельзя, потому что по определению есть сила трения и прочее, что не дает возможности. У детей этих запретов нет, поэтому они создают удивительные вещи. Но мы-то стараемся, в отличие от многочисленных конкурсов, будь то WorldSkills, будь то Хакатон, когда при наличии определенных деталей нужно создать нечто свое самостоятельное, мы стараемся этими рамками не ограничивать. Потому что, когда у тебя есть определенные датчики на определение количества, достаточно ли кислорода в помещении или недостаточно, ты уже начинаешь думать. Так, но если это датчик, который определяет состав кислорода, то, наверное, при его нехватке надо открыть окно. И определенный рычаг, который автоматически при срабатывании датчика срабатывает, он открывает окно, и в классе или в аудитории появляется свежий воздух. Тут лойка понятна. А когда у тебя неограниченное количество возможностей, а сегодня, в принципе, мы имеем такую реальность, которая позволяет давать неограниченные возможности, ребенок начинает конструировать все, что угодно. Вот у нас перед новогодними праздниками как раз состоялась защита проектов самых маленьких, тех, кто приходит и полгода осваивает. Вот что только они не представили. Начиная от вертикального сада, который сам себя поливает за счет компьютерных программ, и кончая подставки для авторучек, которая может сама подъехать к краю стола и при этом светиться и играть. Поэтому вариантов очень-очень много различных. Ничего себе, очень здорово, да. А кто преподаватели детского технопарка? Расскажите о своих коллегах. Большинство коллег работают не первый год, они уже состоялись. Отличительная черта, что самые любимые коллеги, вот для меня, как человека, пришедшего из высшего образования, из высшей школы, было то, что детки обращаются к своим наставникам. Оля, Алексей, без имена отчества, без пышнопоножный, уважаемый, дорогой, позвольте. Нет, очень коротко, иногда даже на ты. Поэтому это педагоги, которые состоялись в профессии. Это разный возраст. Большая часть, это, конечно, те, кто только закончил вузы или обучается в магистратуре. Это еще относительно молодые люди, юноши и девушки. Но есть и те, кто состоялся в профессии, и те, кто смотрят на детей уже как на своих внуков. И тут тоже коммуникация работает в полной мере. Я не буду называть фамилии, потому что те, кто ходят в технопарк наш или откроют сайт, они нашу команду увидят и по глазам, и по регалиям. Регалии определенные есть, потому что мы выиграем в многочисленных конкурсах. И дети Алтайского края, вот смело говорю об этом, лучшие дети в стране. Поэтому вы можете посмотреть, если вы определяетесь, куда отдать своего ребенка, вы смотрите, вот эти глаза мне нравятся, а вот этот в очках как-то не вселяет доверия. А вот расскажите, недавно Барнаульский детский технопарк Кванториум-22 вошел в российский рейтинг WorldSkills и в список 100 лучших организаций национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». Мы вас, конечно же, поздравляем с таким признанием вашей работы. А насколько престижны эти рейтинги? Какие дают возможности для ваших учеников? Ну, давайте на языке родных осин. WorldSkills Russia или молодые профессионалы – это один из самых популярных конкурсов на планете. Первый тезис. Второй тезис. В 2020 году команда Российской Федерации стала лучшей командой на планете среди молодых профессионалов. Здорово. Ничего себе. Мы лучшие каменщики, мы лучшие парикмахеры, мы лучшие кондитеры, мы лучшие специалисты по робототехнике и так далее, так далее, так далее. Поэтому и внимание конкурсу, который приносит золотые медали на уровне Олимпиады, которые скоро у нас будут в Пекине, они заслуживают очень-очень высокой оценки. А когда не самый продвинутый регион в плане технического обеспечения, потому что есть Томск инновационный, есть Санкт-Петербург, есть Москва с другими условиями, оказывается в лидерах и занимает третье место на всероссийском конкурсе, то тогда это оценивается по достоинству. И когда смотрят наши успехи на региональном уровне, а потом на федеральном уровне, говорят, ну, пожалуй, здесь очень неплохо. Давайте включим их в состав 100 лучших организаций. А мы хлопаем в ладоши и говорим, вау. Это очень здорово. Сергей Анатольевич, вот в конце нашей беседы, что вы пожелаете нашим телезрителям? Ну, традиционные здесь пожелания. Здоровья, сил, любви, восстановиться после праздников, не заметить, как мгновенно пройдет зимний период, и смотреть, как растет зеленая трава. Ну и традиционно читайте книги и изобретайте. Здорово. Здорово. И по нашей традиции мы просим вас закончить интервью тремя словами, как некий девиз. Терпение, ключ, радость. Напоминаю, что мы говорили с директором детского технопарка Алтайского края Кванториум-22 Сергеем Монсковым. Гороскоп. 17 января, понедельник, 15-й лунный день. Луна находится в апогее, на пике своей энергетической насыщенности. Другими словами, наступает полнолуние. Вам предстоит сделать последний рывок. Ни в коем случае нельзя снижать темпы и активность. 15-й лунный день связан со свободой духа и максимальными возможностями человека. Данный период, с одной стороны, достаточно благоприятный, а с другой опасный, потому что влияние луны наиболее сильное. Все ваши положительные и отрицательные качества увеличиваются в несколько раз. Луна находится в раке и делает напряженный аспект с Плутоном, что вызывает эмоциональные столкновения, кризисы и внутреннюю подавленность. В течение дня вы можете ощущать давление на вас со стороны окружающих, недопонимание в семейных взаимоотношениях, желание эмоционально господствовать или переделывать друг друга. Ваши эмоции могут стать настолько сильными, что другие люди будут стараться держаться от вас подальше. Не стоит поддаваться депрессии. Лучше проведите время с близкими людьми, особенно с детьми. Сейчас самое время наладить отношения и помириться, если что-то пошло не так. В полнолуние важно очистить свои мысли, тело и дом от всего ненужного и устаревшего. Примите ванную, устройте уборку и подумайте о хорошем. А я желаю вам гармонии с собой и положительных эмоций на целый день. У меня семеро ребятишек, пять дочек и два маленьких сыночка. Я вырос, много было братьев двоюродных. У нас большая компания, всегда было весело. Как минимум трех детей всегда хотел иметь. Мы с мужем договаривались на три, но получилось больше. Как бы вообще не рассчитывали, что так много будет. Были занятия. Ехал с занятий в сторону дома. И как раз в это время супруга с подружкой ехали в автобусе. На одном автобусе мы с ними ехали. Я ехал чуть сзади, но вот обратил на нее внимание. Думаю, обязательно надо познакомиться. Меня позвала подруга на день рождения в лес. Но у меня в этот день день рождения у дедушки. Я решила в этот раз не ходить к дедушке, отправиться к ней. С мужем там познакомились. Сходили на природу, познакомились. Увидел, не забуду, была в желтой куртке. В желтой куртке пуховичок такой был. Цветленькая, небольшого роста. Сразу понравилось. Закончила университет, получила диплом и родила старшую дочь первую. Ну, живем в город Барнаул. Занимаюсь металлоконструкциями, работаю директором собственной фирмы. Окружающие, ну, как бы удивляются всегда, когда узнают, какое количество детей. Но сильных там удивлений я как бы не видел. Потому что сейчас много у нас и по району многодетных семей, и в городе много семей многодетных. И по пять, и по четыре есть. Вот у меня у брата двоюродного, у него четверо ребятишек. У нас вот семь. Чему поражаются кто-то из окружения, что дети всем заняты. Кто чем, кто спортом, кто там музыкой, кто танцами и так далее. Что дети все чем-то увлечены и занимаются. Справляемся. Старшие, конечно, мне помогают. Все помогают с маленькими, вот старшие. Мне кажется, чем больше ребятишек, тем даже меньше, наверное, проблем с ними. Алина у нас, она любит готовкой заниматься. Катя у нас с малышами посидеть. Анютка у нас ходит на шахматы. Соня у нас сейчас на соревнованиях. Она у нас фанат волейбола уже три года. Просто ее мы не видим дома, она у нас живет на волейболе. Мы ездим на природу отдыхать, с папой на рыбалку. Грибы все собираем. Выпекаем пироги. Все дружно. Мы нашу большую семью. Ну, я так думаю, что семья должна быть сплоченная. Самое главное сплоченная, чтобы все друг друга уважали и понимали. Взаимовыручка, чтобы была... Дружной должна быть семья, чтобы там было обязательно взаимоуважение, любовь. И, конечно, много ребятишек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы продолжаем новое утро на Катунь 24. Напомню, что сегодня, 17 января, отмечается День детских изобретений. На протяжении всей истории человечества изобретательность детей не раз заслужила пристального внимания. И это неудивительно. Ведь дети могут заметить то, что нам, взрослым, может быть попросту неинтересно и проигнорировано. Да, дети отличные изобретатели. К примеру, первый батут изобрел 16-летний парень по имени Джон Ниссон из Айовы в 1930 году. Вот. Однажды он решил натянуть брезент армейского образца с помощью резиновых амортизаторов на железный каркас, чтобы просто попрыгать в свое удовольствие. Ну вот вам и батут. Почему об этом не позаботились те, которые называют себя взрослыми? Да. А вот однажды 11-летний парень по имени Фрэнк Эперсон случайно оставил на улице стакан с лимонадом. Была зима, и день был морозным. Впоследствии, кстати, это сделало его очень богатым. Утром мальчик, естественно, нашел свой забытый стаканчик замерзшим, но это не менее, не менее было интересно. Так. Ну как вот объясните. Это было необычное для него тогда открытие. В свое время стало даже называться фруктовый лед. Так. Парень придумал новый рецепт. А у нас свой рецепт. Рецепт дня в новом утре. Смотрим. Киш с беконом и луком-пореем Вмесить тесто и убрать в холод на 30 минут. Бекон нарезать на кусочки, обжарить на сковороде вместе с луком-пореем до образования корочки. Яйца и сметану взбить венчиком, добавить сыр и бекон с луком, перемешать. Тесто раскатать в тонкий пласт и выложить в форму, формируя бортики. Выпекать без начинки 15 минут при 190-200 градусах. Достать форму с тестом, выложить начинку. Выпекать еще 30 минут. Приятного аппетита! Здравствуйте, дорогие владельцы домашних животных. Я ветеринарный врач Перепичин Игорь Анатольевич со стажем 30 лет. Сегодня мы с собачкой по кличке Монгол, породой Лионбергер, расскажем вам, есть ли необходимость замачивания корма. Когда мы замачиваем корм, то определенное количество воды уже поглощается продуктом. И после поедания корма собачка меньше пьет жидкость, что способствует лучшему усвоению корма. А я желаю здоровья вашим питомцам. Настя, в день детских изобретений хочется тоже немножко побыть детьми и поизобретать чего-нибудь. Так, хорошая идея. Есть детский стишок, кстати. Он как раз сейчас будет в тему. Помнишь, когда немного подрасту... Так, когда немного подрасту... Сказал мне мой приятель. Для мамы я изобрету? На стол и накрыватель. Так, потом я сделаю чертеж. Сказал изобретатель. И что еще изобретешь? Обедоподаватель. Посуду будет вытирать? Посудовытиратель. А кто, осколки подбирать? Ну, осколка подбиратель. Друзья, правила жизни. Дети в новом утре. 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 Я бы хотела, чтобы еду в столовую давали бесплатной. Я бы хотела, чтобы все животные нашли бы свой дом, запретили бы браконьерство. И, наверное, чтобы все просто было хорошо. Чтобы не мусорили леса, и заводы не делали, и не вырубали леса. Чтобы войны никогда не было в разных странах. Чтобы Америка не дрались с Россией и Украиной. Чтобы не мусорили люди, чтобы наша планета была чище. Чтобы было больше электромобилей, не вредящих природе. Чтобы все животные из Красной книги, которые снова стали в мире жить, много было животных. И чтобы, когда, например, добывали что-то, какие-то ископаемые, чтобы мир не рушили. Всем привет! С вами Егор Матаев. И прямо сейчас поговорим о прогнозе погоды на 17 января. Ночью в регионе ожидается минус 2-4 градуса. Облачно, временами снег. Ветер южный 2 метра в секунду. Днем температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Облачно и слабый снег. Направление ветра юго-западное. 3,5 метра в секунду. Как вы уже заметили, позади меня здание речного вокзала Барнаула. До середины 19 века движение судов и лодок по Аби в районе Барнаула было совсем незначительным. Положение изменилось с появлением пароходов. Впервые в 1854 году до города дошел пароход Ермак. А в 1889 году барнаульские пароходчики приобрели крупный, в то время пароход заметный, мощностью 240 лошадиных сил. В период с 1885 года по 1915 Барнаульский речной порт славился крупными водными грузовыми перевозками. Между Барнаулом и другими пристанями Аби курсировало 39 пароходов барши больших лодок. В 90-х годах прошлого века объемы грузовых и пассажирских перевозок резко упали. Большое количество судов стали непригодны к эксплуатации. Ну а сегодня теплоходы барнаульского речного порта осуществляют пассажирские перевозки внутригородского и пригородного сообщения, а также прогулочные рейсы по акватории Аби. А у меня на этом все. До встречи в эфире. Выставка памяти алтайского живописца Андрея Арестова открылась в Алтайском художественном музее. В экспозиции около 70 работ. Портреты, натюрморты и пейзажи. Широко известны серии Андрея Арестова из Тобольска и Санкт-Петербурга. Художник часто писал сибирскую деревню. В этих работах он проявил себя как импрессионист. Выставка продлится до 30 января. Районная газета впервые за историю алтайской журналистики получила награду от правительства России. Премьер-министр Михаил Мишустин вручил дипломы лауреатов и почетные знаки редакции «Зминогорского вестника» в День российской печати. Премию правительства страны журналисты получили за серию проектов, посвященную общественному контролю и продвижению гражданских инициатив на малых территориях. Ученики Барнаульской школы номер 31 вошли в число победителей всероссийского конкурса на лучшую выставку в школьном музее. Темой стали памятные даты и события региона в годы Великой Отечественной войны. В конкурсе участвовало более тысячи команд со всей страны. Барнаульцы представили проект о заводах Октябрьского района. Хорошими новостями поделились жители и гости краевой столицы. Вот дети мне подарили коллекционную куклу. У нас семья выздоровела вся от гриппа. Я считаю, что это хорошая новость. И я желаю вообще всем, куда это попадет, чтобы никто не болел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но не вижу путь Но не вижу путь Но не вижу путь Мир бывает другим И ты увидишь его А сейчас теплый взгляд, а за ним ничего Можно просто взлететь И по небу летать Расскажи, как уметь обо всем забывать Субтитры сделал DimaTorzok Но не вижу путь, но не вижу путь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, Саша, Саша, что ты делаешь в телефоне? Не в телефоне, а в калькуляторе Считаю Считаю, сколько дней до следующего нового года Так, до нового 2023 года Осталось 348 дней Ну, весьма ценная информация А ты знаешь, что первая суммирующая машинка Прототип современного калькулятора Появился еще в далеком 1642 году Благодаря 19-летнему французскому пареньку Блесс Паскаль создал первую вычислительную машину Наблюдая за работой отца Который был сборщиком налогов Ну, ему часто приходилось выполнять долгие, утомительные расчеты Да Рассчитывать налоги, это действительно порой долго и утомительно О, да Так вот Тогда Блесс Паскаль решил помочь отцу И начал создавать складывающую числа машину Которая получила название Паскалина Машина обладала связанными между собой зубчатыми колесами Которые приводили в движение механизм, суммирующий большие числа Однако, эта новинка под скромным именем Паскалиона Никого не заинтересовала Вот так вот И первый в истории калькулятор вынужден был еще три века пролежать на полке Вот так-то А канадский паренек Жозеф Арман Бомбардье В свои 15 лет смог соорудить из старого автомобиля фирмы Форд Такой вид транспорта, который сейчас всем нам известен как снегоход Да, можно перечислять детские изобретения бесконечно Вспоминая и перчатки без пальцев И бумажный пакет с квадратным дном И меховые наушники И все это благодаря детской смекалке, изобретательности И, конечно же, вдохновению Друзья, пусть и в нашей взрослой повседневной жизни Будет место вдохновению, творчеству, радости Хорошего дня! Скоро увидимся! Новое утро всегда с вами! Субтитры создавал DimaTorzok